Сегодня вечером приезжает в общагу Саша, ты это видишь? Добрый день, друзья! С вами доктор Флисов. Сегодня темой для разговора будет анорексия. Я отвечу на ваши вопросы и поделюсь своими мыслями по этой теме. Украинка Эрика Комендант в свои 19 лет весит как 7-летний ребенок. Она напоминает живой скелет. У нее нет мышц, только кожа до кости. Если бы у меня были мысли о том, что действительно так легко это уверять, я бы уже, наверное, умерла. Самой худой в Украине, а возможной в мире, Эрику сделала болезнь. Уже 7 лет девушка страдает анорексией. Доктор, какие основные признаки анорексии? Основные признаки анорексии – это потеря веса и снижение аппетита. Еще дряблая мускулатура, сухость кожи, пигментные пятна, ломкость ногтей, выпадение зубов, запавшие глаза. Также аритмия, нарушение менструального цикла, вплоть до его исчезновения и бесплодия. Человек с анорексией меняется в поведении? Конечно, такой человек никогда не ест на людях, пытается выкинуть еду незаметно, использует лекарства для снижения веса и вызывания рвоты, фанатично считает калории и постоянно недоволен внешним видом. Такой человек склонен к уединению, получает удовольствие от чувства голода. Как заболевают анорексией? Давайте на одном примере я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Допустим, девушка ходит в тренажерный зал и сидит на диете, но при этом необъективно оценивает свои старания. Пытаясь достичь совершенства, она еще больше загоняет себя в суровые рапки. Не достигнув нужного результата, девушка впадает в аппать. Ей ничего не хочется, появляется бессонница, постоянная общая слабость и нежелание кушать. Со временем отказ от еды входит в привычку, и теперь понятие поесть вызывает отвращение. В итоге из обычной девушки получается полуживое существо. И диагноз у него аналексия. Расскажите о беременности при анорексии. Беременные женщины с симптомами анорексии не хотят есть, чтобы не поправиться. Делают непоправимое для своего ребенка. Они сами превращаются в старух при беременности. У них выпадают волосы, зубы. Грудь не способна кормить ребенка. Дети рождаются с большими пороками сердца, ДЦБ. Сама мать может сама умереть после родов от кровосечения, потому что кровь не будет сворачиваться. Доктор, и все-таки, как вылечить анорексию? Это очень сложно, но можно. Сначала нужно выявить стадию заболевания. Врачи стремятся решить такие задачи. Так, исключить серьезную потерю веса. Это начало дистрофии. Остановить большие потери воды, так как это опасно для жизни. Привлекаются психологи, психотерапевты и другие важные специалисты. Врачи устраняют проблемы. И это длится около трех недель. Далее они пытаются вернуть пациента к обычному ритму жизни. Проводится психотерапия. Это может длиться несколько месяцев. Все, друзья, будьте здоровы и помните, что в здоровом теле здоровый дух. Пока.